На минувшей неделе Ратмира Мавлиева, мэра Уфы, сделали предводителем городских единороссов. Он стал начальником вот этой вот ячейки партийной в городе Уфе. Однозначно заслужил, однозначно соответствует, вот тут я нисколько не иронизирую, вот он плоть от плоти единая Россия, вот подрастающее поколение. Поблагодарив старших товарищей в очередной раз за доверие, Ратмир Мавлиев нацепил золотой значок и убежал дальше кататься на велике. А еще Федеральная антимонопольная служба вообще закрутила поганку Мавлиеву на этой неделе, отменила 4 из 5 контрактов по реконструкции парка Аксакова. Вот это самое ужасное, дикое абсолютно металлопластмассовое арка, которую там пытался воздвигнуть господин Мавлиев, вот именно про эту арку идет речь. Эти контракты были остановлены, подряды уже почти было перешли в руки любимые уошечки Хабирова, я говорю про ООО «Альбит», которая строила Стеллу, город Уфа, город трудовой доблести и славы. Эта же фирма устраивала освещение на любимой Советской площади, эта же фирма ремонтировала ЦУР, и вот теперь эта же фирма хотела отремонтировать и реконструировать парк имени Аксакова. Пока не получается. Спасибо большое Федеральной Антимонопольной Службе. Кстати говоря, конкурсы оформляли и делали в том самом пресловутом УКСЕ, Управлении Капитального Строительства УРБ. Та же самая пресловутая Инна Иксанова с этими своими недостроенными школами и так далее, теперь занимается парком Аксакова. Ну, тут, как говорится, комментарии излишни. Слушайте, сколько можно плясать на этих граблях, и сколько можно одних и тех же людей видеть в примерно одинаковых скандальных ситуациях?